Привет, гайз! С вами Вайз, и сегодня у нас постоянная рубрика на моем канале «Пачка из баннера». Примерно последнюю неделю у меня преследовало такое чувство незавершенности. Думаю, чего ж я такого не сделала? И тут меня осенило, что до конца баннера осталось, ну, примерно два дня, а я не сняла видео про пачку из баннера. Собственно, вот она и есть. Точнее, оно, видео. Так вот, Лочи Галлахер пела Даньхен. Лочу, наконец-то, выбила со второй попытки. Когда он только появился, меня заскамила броня, и она так сильно меня скамит, что уже Э-2 и Сигной, которая тоже заскамила меня, я не помню на чем, или, может быть, она выпала из стандартного баннера. И давайте пробежимся быстренько по скиллсету. Лочи у нас хилит. Главная его особенность в том, что он накапливает два стака, потом юзает свою способность и образует круг. Все, кто дамажит в этом круге, собственно, соперников, получают лечение. Плюс он может отхилить, не тратя очки навыка, и даже не в свой ход. Как только ХП равно или меньше 50%, он мгновенно хилит своего союзника. То есть умереть в случае практически невозможно. А если активирован вот этот самый круг исцеления, то все хилятся до 100%. Это однозначно. Галлахерд. Кстати, он первый пиро-хиллер в игре. Весь хил у него скелится от неожиданного эффекта пробития. Соответственно, он ультой дамажит врагов. И все, кто дамажит потом этих же врагов, тоже хилятся. И он хилит своей Ешкой, соответственно, тоже своего союзника. Но уже в ручном режиме не так, как Лоча. Пела у нас срезает защиту у врагов и наносит ледяной урон. В общем-то, самая главная ее особенность, что она очень сильно режет защиту у врага. Это круто. То есть такой откровенный дебаф. И Дэньхэн обычный. Все на нем играли в начале в самом своего пути в Ханкастерейл. Он у меня 60 уровня. И он ветряная хода. То есть он бьет по одной цели. Бьет немного. Собран у меня плохо. Но он есть в баннере. Так что побегаем с ним. По традиции я хочу побегать в снежных полях. Самая такая первая моя любимая локация. Значит, дамага будет мало. Хила будет много. Мы не умрем, это точно. Ох, как я давно на Дэньхэне-то не играла. Боже мой. Боже мой. У меня на Азии есть Дэньхэн-пожиратель. Но это совсем не то. Ну, нормально. Нормально так ребятки дамажит. Пекс. Побегаем по открытому миру Дэньхэном. Не знаю, нравится мне. Ну, в общем-то, довольно бодро мы, наверное, сейчас будем вот этих слабеньких мобиков раскидывать. Давайте вот еще этих побьем и пойдем что-нибудь более сложное заюзаем. Потому что это несерьезно. Хочу поговорить больше про новенького Галлахера. На самом деле, про Лодч тоже все и так известно. Про Пелу тоже. Про Дэньхэна и так мы все с вами им играли, так или иначе. Вот, а Галлахер, да, он очень интересный персонаж в плане своего хила. Вот Лодч раз. И Пелу вообще выхилил на 100%. Кстати, у меня Пела, наверное, не одета. Вот в чем дело. Ну, ладно. Вот, но Галлахера, короче, я хотела одеть и, в общем-то, одела более или менее нормально. Значит, у него стоит его сигна типа, которая продается за осколки в магазине зеркала. И она у меня не пятого наложения, а, по-моему, всего лишь третьего. Вот, с третьим будет лучше, потому что пробития будет больше. И он довольно сложно собирается, потому что в одном куске нужно бонус лечения, в другом скорость и так далее. А и при этом надо собрать 150% эффекта пробития. Хотя нигде, кроме как в сабстатах, эффекта пробития мы не можем собрать. Ну, да, довольно легко они со всем справляются. Так, ну что, пойдемте, может быть, на какого-нибудь босса. Вот, так что Галлахеру собрать эффект пробития довольно сложно. И в целом его собрать, ну, я как смогла, в конце покажу вам обязательно, как одеты мои персы. Ну, вот этот механизм, мне кажется, он самый легкий босс. Ну, да, тут есть ветряная уязвимость, но у нас слишком низкий уровень отряда. И я так думаю, что они сейчас все отправятся у нас отдыхать. Но давайте все равно посмотрим, что это будет с этим боссом-роботом-механизмом. На самом деле, тут, по идее, помирить не должны они. Но они будут очень долго его мусолить, потому что очень мало дамага. Но зато много хила. Ну, короче, не знаю, посмотрим. Продолжение следует... Ну вот, на все про все ушло почти 9 минут. Ну, мы все-таки дамусолили этого босса, потому что у нас что? Много хила. Давайте где-нибудь вот здесь встанем в красивом месте. Пинакония, конечно, прекрасна. Так, и как же одеты мои персы? Значит, Лоча. Значит, у него скелется хил от силы атаки. Это очень хорошо, потому что он еще ультой дамажит. То есть, такой боевой хилер. Конус у него, что было, то и, собственно, ему дала второго наложения. Всего лишь навсего. Но меня он вполне устраивает на данном этапе. По крайней мере, даже в самом сложном контенте у меня никто никогда не умирал. Следы у него, ну, практически на фул. Я работаю над тем, чтобы прокачать на фул. Я всегда своих рабочих персонажей прокачиваю на 10. Хотя многие говорят, что это в плане экономии ресурсов очень расточительно. Но мне как-то пофигу на то, что думают другие. Так вот. Реликвии у меня 2 плюс 2. Куски, ну, тоже такие себе. То есть, по идее, конечно, надо фармить. Ну, и так сойдет. Я говорю, свои функции он просто отлично выполняет. Значит, так, туда я полезла. Трам-пам-пам. Идалонов у меня нет. Теперь давайте прекрасный новенький мужчина-галлахер. А, я у Лочи не показала еще вам его статы более подробно. Ну, вот как-то вот так. Теперь галлахер. Значит, он, опять же, 80-го уровня. Конус у него, я про конус уже пару слов сказала. Это из магазина зеркала. Фри-то-плейный, можно сказать, конус. Но осколки, кстати, фармятся довольно долго. Это факт. С удовольствием бы уже 5-го наложения его сделала. Но, увы. В принципе, эффекта пробития с 5-м наложением будет еще больше. Хила будет больше. Эффекта пробития будет больше. И он будет просто аннигилировать огненную полосочку щита. Так, здесь у нас тоже почти все на фулл. Он даже чуть лучше, наверное, прокачан по следам, чем Лочи. Но это не важно. Я старалась. Реликвии тоже 2 плюс 2. Но теперь на пробитие. Опять же, можно оба сета сделать на пробитие, а не на скорость. И можно планарки и, ну, собственно, планарку, веревку и саму сферу сделать тоже больше. Во-первых, эссеты на эффект пробития. А во-вторых, собрать в подстатах больше эффекта пробития. Но, короче, и так сойдет. А, так. Идалоны у меня, да. Кто-то, может быть, будет мне завидовать. Кто-то кидаться тапками. Кто-то говорит, что о, ничего себе. Значит, 5 у меня выпало из круток с Лочи. И 6 я забрала на ивентики. Так, и вот более подробно. Здесь у нас вот такие статы. Эффекта пробития у меня всего лишь 112. Но даже с таким эффектом пробития он хилит, в принципе, нормально. Я тестила его как единственного хилера в пачке. И, в принципе, тоже никто не умер. Но там не было сложного контента, но, тем не менее. В общем, вот как-то так. Далее пела. Пела у меня, хоть и прокачана до 80 уровня, но все остальное у нее что-то совсем все плохо. Здесь конус сампа. Не знаю, с какой балды я его одела. Ну, в общем-то, наверное, то, что было. Потому что я конусы очень часто меняю, когда что-то тещу. И, кстати, да, он не докачан. И 40 уровня у меня. Ну, опять же, да, Лочи не дал пели помереть. Это уж хорошо. Да, со следами. Ну, ключевые, во всяком случае, следы я прокачала. И то хорошо. И что у нас тут? Релики. Опять же, тут все плохо. Потому что... Не знаю, я ее слепилась с того, что было. На самом деле, ее надо забирать в эффект пробития. А тут, в общем-то, эффектом пробития даже и не пахнет. Но как-то, в общем-то, так. И, опять же, это я с помощью вот этого конфигуратора, который дает нам игра Дела, ну, опять же, она как-то чего-то вносила, какой-то импакт. У меня она тоже 6. Опять же, не надо кидаться в меня тапками и говорить, что, о, как у тебя и 6 пела, а ты ее не прокачиваешь, ай-яй-яй. Ну, вообще-то, у меня есть Серебряный Волк, полностью прокаченный, и мне даже нравится, как она одета, потому что у нее там прям просто там все хорошо. Все, что называется, по канону. Но, да, ради льда, в принципе, пелу надо прокачать. По-моему, я это уже говорила в каком-то из своих старых видосов. Но, тем не менее, в общем-то, когда-нибудь руки до нее дойдут. Далее. Наш Дани Хэн прекрасный. Я его очень любила на старте игры. Я пела ему дифирамбы. Но, к сожалению, когда выбиваешь кого-то более сильного, забываешь про более старых персонажей, тем более стартовые бесплатные персонажи. К сожалению, у нас очень слабенькие в таких играх, как Геншин, либо Ханкай Старрейл. Так, да, ностальгия захлестнула. Сорян, ребята, бывает. Здесь у меня его сигна пятого наложения. Следы, ну, о, ничего себе, даже вот этот след я не докачала. Ну, короче, да, я, видимо, выбила кого-то типа генерала и забила на Дани Хэна окончательно. Релики. Тут что-то есть. Какие-то релики, неважно. Да, и он у меня тоже S6. Надет он примерно вот так вот. Тут, конечно, ну, я без комментариев это оставлю, но, в общем-то, да, босса еженедельного мы как-то замусолили. И не без помощи Дани Хэна, хоть, в общем-то, в такой дефолтной сборке, типа, поматросила и бросила, и больше не играю. Вот такие вот у меня прекрасные мужчины и не менее прекрасная пела. Пачка из баннера. Не сильно бомбите по поводу моего видео про Ахерон. Я всего лишь высказала свои мысли. Хотя, на деле, она действительно оказалась очень сильной. Прям пауэркрип всей игры. И обязательно отпишите в комментариях, как вам Ахерон, как вам Лоча, как вам пачка из баннера. Ну и, как обычно, лайк, подписка, колокольчик, комментарий. И помните, вы самые крутые. А с вами была Вась. Всем пока-пока.